Ну как хочешь. Хм? Эм, письмо? Арт-сборщик принял вашу заявку на интервью. Что, простите? Всем привет, с вами сборщик. Идали, как вы поняли по названию этого видеоролика, сегодня я буду брать интервью у этого аниматора, чье имя арт-сборщик. Но давайте же не будем задерживаться и сразу перейдем к вопросам, потому что мне уже просто нечего сказать и не на чем пошутить. Кто или что сподвигло тебя уйти на ютуб? Начал делать я ролики благодаря каналу Феникс Анимация, или же для тех, кто не знает, Федор Комикс. Я пересматривал его старые ролики и наткнулся на такой ролик, как Земля Королей. Я пересмотрела на тот момент все части, которые были, вдохновившись, я решил сделать комикс, который хотел сделать давно, под названием Равновесие. И с этого и начался мой творческий путь. Как ты познакомился с Тёмочем? Ну, дружаясь с Тёмочем уже почти полгода. Познакомились мы с ним тогда, когда начали делать коллаб про черепашек-ниндзя, который есть у меня на канале. В общем, Тёмочем долго тянул и не делал свою работу, а потом оказалось, что он вообще думал, что работу надо сдать в январе, а не в декабре. В итоге он весь день делал свой кусок, и мы с ним весь день общались. И после этого дня мы с ним начали хорошо общаться, и с каждым временем ещё лучше и лучше. Перед тобой стоит выбор. Один миллион подписок, но ты перестаешь дружить со всеми, с кем дружишь сейчас. Или же 10 подписчиков, и ты дружишь с теми, с кем дружишь сейчас. И в твои друзья добавляются такие люди, как Монли и Джош и так далее. На самом деле, это довольно очень сложный вопрос, но, по сути, я бы выбрал один миллион подписчиков, но не дружил бы с теми, с кем дружил. Если бы я знал, с кем я дружил раньше, я бы попробовал с ними подружиться заново. Но тут есть загвоздка. Так как ты будешь популярным, так как у тебя один миллион подписчиков, отношения с людьми у тебя уже будут не такими дружескими, а какими-то немного фальшивыми. Так что, наверное, я бы выбрал второй вариант с 10 подписчиками и дружил бы со всеми, с кем дружил, потому что заводить отношения для интровертов это довольно, ну, тяжеловато, хотя я уже не интроверт. Какие твои любимые аниматоры? Или аниматоры, которые ты чаще всего смотришь? Мои любимые аниматоры, в первую очередь, это, конечно же, Феникс Анимация, вся студия, в том числе и Федор Комикс, ну, также Добряк, Мармаш и Тёмач Анимэйшн. С какими аниматорами ты дружишь? Ну, дружу я с аниматорами такими, как, если считать про последнее время, то есть общаюсь часто, то это Артём или же Тёмач Анимэйшн, Гайс, и, конечно же, с тобой, если кого-то не назвал, простите. Кошки или собаки? Ну, на самом деле, это довольно тяжелый выбор, но, наверное, кошки, так как они очень милые и добрые, но по сравнению к любви хозяину, они холоднокровные, в отличие от собак. Собаки умные, добрые и очень любят своих хозяев, то есть, когда ты уходишь, они по тебе начинают скучать, когда ты приходишь, они невероятно радуются. На самом деле, как и у других, и тех, как и тех, и у других, есть плюсы и минусы, но, наверное, я бы взял и тех, и тех. Я ничего не понял, но очень интересно. Расскажи историю, которая может показаться лоджем, но на самом деле это чистая правда. Ну, история, наверное, можно было взять историю из куклы, потому что как она могла упасть? Но она довольно скучна, так что возьму такой пример. Можно назвать это историей, неважно. У меня почти 800 подписчиков, я умею рисовать, и это нравится людям. Звучит как ложь, но это правда. Есть ли у тебя какие-нибудь психические заболевания? Если да, то как-то о них узнал. Ну, на самом деле, если так подумать, я не знаю, есть ли у меня какие-то психические заболевания. Ну, наверное, нет. Ну, депрессия, она, конечно, у меня бывает, но это не как психическое заболевание, а как просто расстройство из-за какого-то однообразия или усталости. То есть, если наступает, когда мне всё надоедает, то у меня начинается жёсткая депрессия. Но в этом мне помогают друзья, и в споре времени я про неё просто забываю. Как ты нашёл свой стиль? Хм, как я нашёл свой стиль? Ну, если кто не знает, когда я только начал свой путь, но это, на самом деле, никто не знает. То есть, у меня до канала Арт-Сборщик был другой, но с ним никак не задалось, и там я рисовал человечка с круглой головой, ну, в общем, как в своём старом стиле. Но я такой подумал, хм, блин, какой-то у меня странный стиль, то есть, когда у меня появился графический планшет, и я подумал его поменять. В итоге, голову и всё остальное я сделал меньше. Руки сделал худыми, тело тоже. Вместо палочек заменил глаза на кругляшки и добавил одежды. И всё. Почему ты назвал канал Арт-Сборщик? Ну, почему я Арт? Ну, как многие знают с английского на русский, Арт – это искусство. А Сборщик – это мой псевдоним. И как бы это переводится как «Искусство Сборщика». Да, как бы это странно ни звучало, но это так. Спасибо, Сборщик, что ответил на мои вопросы. Ну, а с вами был Сборщик, и всем удачи! Всем окоп! Можно мне уже уйти? Да, можешь быть абсолютно свободен. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Субтитры подогнал «Симон»